Здравствуй, мой друг! Сегодня делюсь моим простым и очень вкусным пирогом. Буду рада твоему лайку! Измельчаем лук любым способом. Покрупнее, помельче. На сковороде обжариваем с одной столовой ложкой подсолнечного масла. Здесь у меня две луковицы. В это время нарезаем кабачок. У меня один зеленый, средний. Вот так пополам и на две-три части. Примерно получаются вот такие кусочки. Я беру много морковки, вы можете взять меньше. Вот уже натерли. Отправляем. Через одну-две минуты морковка уже мягкая, но готовить до конца мы ее не будем. И добавляем сюда кабачок. Здесь уже ваша фантазия. Если у вас есть перец, добавляйте помидоры чуть-чуть, тоже можно. Если у вас есть шампиньоны, 4-5 грибочков сюда тоже хорошо пойдут. Если есть курочка, если есть грудинка, все будет очень вкусно. У меня на канале есть похожий рецепт Киш-Лорен. По-французски. Там с грудинкой. Вот ссылка вверху. Лови! Берем любую форму. У меня вот такая круглая, по форме слоеного теста. Я его просто покупаю. Зачем заморачиваться? Пробовала так готовить с тестом для пиццы. Тоже замечательно подходит. Выкладываем прямо с бумагой для выпечки. Отправляем сюда пассерованные овощи прямо со сковороды. В миску вбиваем 3 яйца первыми, чтобы убедиться, что не попали кусочки скорлупы. Молоко 150 мл любой жирности. Сметана 150 мл. У меня это пол баночки. Сыр любой, твердый, жертый. Вот уже натертый. Тоже 150 г. Все пропорции легко запомнить. Молоко, сметана, сыр по 150. Соли берите совсем чуть-чуть. Тут учитывайте, насколько соленый у вас сыр. Специи добавляйте по вкусу. У меня сегодня черный молотый перец. Летом вкусно добавить укроп или петрушку. Все перемешаем. И сырно-яичной массой заливаем овощи. Запекаем при 180 градусах примерно 40 минут до золотистой янтарной корочки. Ставьте лайк. Посмотрите, как пирог зарумянился. Хорошо поднялся. Какой он пышный. Чем мне нравится этот пирог? Это что его можно сразу доставать из формы, и он не опадает. Кушать горячим, прямо вот с пылу, с жару. Как он пахнет. Посмотрите, какой он высосим. Это сколько же там овощной начинки. И пирог такой сочный. Вам было интересно? Тогда ставьте лайк. Я ценю вашу поддержку. И для вас в самом верху ссылка быстрого и очень вкусного пирога с сыром и картошкой. Подписывайтесь на мой канал. Жмякайте на колокольчик. Пока-пока.